Недавно Хельсинки посетил Максим Сергеев, один из самых востребованных консультантов по созданию концепции и открытию предприятий люксового сегмента, автор первого в России профессионального курса по подготовке руководящего состава предпринимателей индустрии красоты. В настоящий момент Максим Сергеев является координатором программ интеллектуальной поддержки бизнеса индустрии красоты России, стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы. Большой специалист, умеющий верно направить своих учеников для одной цели – как сделать свой бизнес дорогостоящим. Мы побывали на эксклюзивном тренинге, организованном компанией Infinity Pro Beauty и поговорили о красоте и бизнесе. Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. Как вы считаете, как прошел сегодняшний семинар? Для меня это первый опыт выступления в Финляндии. Я много работаю в России и в других странах Европы, но в Финляндии читал семинар первый раз. Мне очень понравилось, несмотря на то, что эмоционально аудитория очень отличается от той, с которой я привык больше работать по профессиям. Люди были разные и парикмахеры, и косметологи, и руководители. Но мне лично кажется, что на этот семинар пришли те, кто понимает, наверное, главное правило современной жизни. Я не произнес сегодня эту цитату, но я на всех своих занятиях упоминаю Льюиса Кэррол. Вы знаете, Льюис Кэррол, Алиса в Зазеркалье, там есть фразы, которые, мне кажется, описывают всю жизнь в нашем, ну не только мире, но и в нашем бизнесе в частности. Черная королева говорит Алисе, здесь, чтобы стоять на месте, нужно быстро бежать вперед. А если хочешь куда-то добежать, бежать надо в два раза быстрее. Причем вот мы обсуждали, пришли те, у кого реально и так все неплохо. С точки зрения банального, ну скажем так, цифрового зарабатывания денег, хорошо. Так вот, на чистом листочке бумаги напишите, сколько денег в месяц вы хотите зарабатывать. Только давайте сразу, вы меня просите, я вот буду говорить все-таки русским языком. Слово зарабатывать, не получать, а зарабатывать. Нельзя стоять на месте, как только ты встаешь. Дело не в том, что я рассказывал то, что все обязательно будут делать, или что, с чем все согласны. Это не так. Но надо всегда слушать, что происходит еще. Мой опыт говорит о том, что обычно из тренинга берется 20-30%, не больше. Но берется и делается. Оно пертурбируется, наслаивается на ментальность своего человека, меняются слова какие-то. Но по сути моя задача была не просто надиктовать какие-то фразы готовые, еще что-то, а рассказать прием и задать работу мозгу, чтобы этот прием наложился на личного человека. Мне понравилось. Мне очень понравилось место. Никогда не выступал в казино. Для меня это очень приятно. Я выступаю в бывшей. Это место насыщено деньгами. Мне очень понравилась организация. Здесь прекрасная еда. Есть очень хорошее место. Прекрасные организаторы. Я с большой радостью выступил. В общем, мне понравилось все. Нам тоже все очень понравилось. И организация, и вы, и все на позитиве, на одном дыхании прошло. Спасибо. На мой взгляд, мне не хватило практики. Это, я думаю, что как раз это следующий этап. И я думаю, что все, кто побывал сегодня, понимают это, что это действительно надо отрабатывать. И 10, и 20, и 30 раз. Говорю сразу, побоялся. Побоялся, сразу делать практику именно по причине, не знаю аудиторию, не знаю манеру поведения. Надо делать два дня. Два дня было опасно с точки зрения, да, это первый раз. Как? Насколько вообще поймите? Поймите, проблема бизнес-тренинга в том, что некоторая часть людей приходит с, ну, не то, что с выражением на лице, но все, чему он еще меня может научить. Да, здесь к тебе должны привыкнуть. Почему я не люблю делать практику в первый день? К тебе реально, очень банально должны привыкнуть. Что вот ты такой, мало того, я же проходил кучу тренингов, ты приходишь первый раз, я сразу начинаю вытаскивать куда-то на сцену. Делай что-то, продай что-то кому-то. Ну, меня это всегда бесило. Я, может, послушать пришел. Поэтому я тестировал. У меня есть уже свои мнения по поведенческим особенностям людей, ну, по той же самой физиогномике. Я готов к отработке на практике на следующий раз. Но единственное что, если мы будем это делать в следующий раз, то я уже буду, зная аудиторию, я буду заранее высылать тему на подготовку, а потом уже с воспоминаниями об этом тренинге и с подготовленной темой мы делаем это на практике. Максим, а какие основные принципы ваших тренингов и чем они отличаются от других? Потому что сейчас очень большое количество. Да. Ну, посмотрите, во-первых, я типа специфичен для индустрии красоты. Only. Я, ну, с 97-го года я в индустрии красоты, получается, уже, сколько, 21 год. Я врач-реаниматолог, врач по коррекции фигуры, врач-трихолог. То есть я прошел... У меня, по крайней мере, есть личный опыт прохождения всех моментов. Что-то я делал правильно, что-то я делал неправильно. Раз. Во-вторых, я на сегодняшний момент внешний главный врач трех клиников. Я реально погружен в процессы, которые происходят в предприятии индустрии красоты. Я это вижу и знаю. Я не... Знаете, есть бизнес-тренеры, книжный бизнес-тренер. В мою академию в Петербурге, ну, раз в три месяца приходит мальчик-девочка, я хочу у вас работать преподавать, бизнес-тренером. Я говорю, вопросов нет. Мы вас отправляем на год, это минимум, а лучше на два, управляющим в салоне красоты. Вот так. Я бизнес-тренер. Прости меня, конечно, какой ты нахрен, извините, пожалуйста, бизнес-тренер, пока ты не прошел весь этот путь. Как ты можешь учить людей продавать, когда... Хорошо, ты не парикмахер, ты не косметолог, окей. Но ты должен встать за стойку администратора, кстати, сначала администратором, потом управляющим, и поруководить продажами. Они говорят, нет, там это интересно, и уходят. Потом я их иногда вижу, они бизнес-тренеры читают. Поэтому моя личная позиция, во-первых, учить имеет право только тот, кто в этом бизнесе прошел. Я не лезу в другие бизнесы, я занимаюсь только индустрией красоты. Это раз. Во-вторых, ну, наверное, мое, грубо говоря, преимущество, то, что у меня, ну, три вышек образования, а второй театральный институт. Все-таки я профессиональный театральный режиссер, и стараюсь, чтобы людям было не скучно. Любой самый правильный текст, произнесенный банально, не вызывает интереса. Тем более, что Финляндия и страны Северной Европы не такие эмоциональные, как Россия. Здесь это еще более имеет значение. Третье, это то, что у меня идет постоянная аналитическая работа. Почему я призываю всех писать письма? Я готов, например, если мы в следующий раз будем делать, я прошу, если будет тема, посвященная там финансам, зарплатам, люди приносят с собой финансовые показатели. Мы реально садимся разбирать. То есть есть момент практически привязки к деятельности, которые есть здесь. Ну и, наверное, последнее. Я, я правда, искренне, совершенно люблю эту работу. Я и выставил себе жизнь, чтобы это меня захватывало, погружало целиком. Мне нравится, что я делал. Спасибо вам большое. И последний, последний, какой совет вы дадите нашим зрителям? Совет «Глаза боятся, руки делают». А. Нужно не думать, а открывать свой бизнес. И. Б. Нужно нанимать сотрудников. Наверное, вот красная нитка. Бизнес – это когда на тебя кто-то работает. Ты яркий, интересный человек, ты прекрасный. Ты прекрасный косметолог, ты прекрасный парикмахер, ты прекрасный активист. Открывай свое, возьми хоть одного человека, научи его и работай. Ну и в дальнейшем, конечно, я говорил сегодня о том, что мир меняется. 2029 год, рефрукация. Так вот, мало того, что надо открывать свой бизнес, надо строить сеть. Индустрии красоты, бизнес – сеть, вой. Я всем зрителям, ну кто имеет отношение к индустрии красоты, скажу, спорить со мной бесполезно. На примерах России и тех же самых стран Восточной Европы – бизнес – сеть, вой. Надо строить сеть. Я хочу вам сказать огромное спасибо организаторам компании Infinity Pro Beauty за организацию сегодняшнего мероприятия. Во-первых, со мной надо было договориться. Как это может быть, не громко звучит, график расписан. И благодаря настойчивости компании я вообще смог появиться здесь. Во-вторых, прекрасная организация. Все было расписано по минутам. Прекрасное помещение. Прекрасная уж, извините, еда, чай, кофе. Мне все понравилось. Наверное, самое главное, чем мне понравилась эта компания – смогли организовать и привлечь людей. Первое мероприятие – всегда очень трудно убедить людей в том, что это интересно. Компании Infinity Pro Beauty это удалось. Все состоялось. Дай бог этой компании – счастья, здоровья, развития и всех благ. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.